Дорогие друзья, начинается четвертый день нашего пребывания в армии в рамках нашего проекта Батарея меня! Батарея меня! Батарея меня просит огня! Ребят, ну и конечно для любого мужчины ничто не сможет заменить вкус к оружию Никакие женщины, дискотеки, наркотики, но они сильнее, но наркотик это оружие врага Надо так это воспринимать, но оружие это самое ценное Короче ребят, нам надо экипироваться в первую очередь И последний раз, знаешь, когда я экипировал, кто? Мужчина, это был Слава Зайцева Это было 7 лет назад, он надевал на меня костюм Ну в принципе, это Юдашкин разрабатывал, ну какое ты имел отношение, как говорят военные, к разработке этой формы Ребят, значит мне помог собраться старшина, но потому что самому это сделать нереально Вот вы опускаетесь на колени и все, и вы уже не поднимаетесь Броник весит 7 килограмм Значит подсумок для гранат, подсумок, соответственно Раньше мне помогала собираться бабушка, а потом я ей помогал застегивать лифчик Потому что у нее вложение солей было Не, ну ты посемни, затяни Сейчас мне помогает Рустам Сервис Сильно у меня, нормально Значит смотри парни, смотрим Значит саперная лопатка под правой ягодицей Проверяем Ну у Среги тут до ягодицы еще полметра Значит подсумок сюда Значит дальше Значит бронежилет Это для гранат, да? Для каких гранат? Для гранат А, то да, маленький подсумок Так, так, сейчас Раскрываем его Солдат финской армии Тихте, я сооружу шапочку А по мне стрелять-то буду? А в это время враг наступает, кстати говоря Вы засеките время Нет, враг Враг, у тебя есть еще час Можешь кофе сходить попить в Макдональд Все? Слушай, проще на тебя эту было одеть Какой-нибудь Кого? Трибу? Да О! Боец! Ой! А, подожди, каска еще Блин, каска еще на голову Опускаем Как маму с папой стыкуем, да? Как на конвейере, блин Теперь фото для этого самого Для подрастающего поколения, Сеня Фу Короче, парни, получили боеприпасы Идем на огневую позицию Помним, мы в армии, поэтому ходим Поэтому ходим по дорожкам Вот что я хотел сказать Мы на огневом рубеже Значит, ребята, которые Участники нашего проекта Пошли уже выполнять стрельбы Значит, несколько целей нам необходимо поразить Значит, ближняя цель Средняя цель Причем со сменной позиции В общем, самое главное Это слушать команды командира Вот, переводить оружие На предохранитель Перебегать на новую позицию 8-10 патронов По одной позиции По второй По третьей И все Вот сейчас парни Вот, давай, послушаем Огневая позиция впереди На удаление 20 метров На указанную позицию к бою Есть! Да-да-да-да Подержать Магазин достаём Автомат не кладётся Берём в левую руку за цевьё Так Достаем магазин Кто-то закрывает Снимаем Снимаем с предохранителя На автомат Ставим положение автомата Вот так вот Да, резко передёргиваем Затор Вот так вот Прицеливаемся И докладываем Рядовой стилавин В стрельбе готов Рядовой стилавин В стрельбе готов Вот оттуда Можно стрелять? Огонь! Предохранитель Предохранитель Смена огневой позиции Строг Огонь! Да-да Стой! Не нагнуйся Смотрю Шустром так не стреляй Все Огонь! Встрельбу окончил? Да Теперь берёшь Автомат Сюда На левую Вот так вот Достаёшь Гранату Так Так, снаряжаешь ее, запал вкручиваешь. Так, кто-то застегнул гранату, кто-то. Как она там? О, запал. Угу, как учили. Да. Учили вот так. Туда поворачиваемся. Вот так. Так. Закрутил. Накрутил. Закрутил. Автомат. Передаем в левую руку зацвет. Закрутил. Так. Так. Автомат в руке. Расщепляем мусики. Ага. Так. Слышите. Так. И метаем гранату. Можно? Да. Внимание, поле гранатой. Огонь! Есть. И присаживаемся. Ходи. Терри. Ну что, молодец. Чего? Ну ты же завалил левую. Реально? На втором рубеже. По-моему, да. Попал я? На ремень. На ремень. На ремень. Попал? Ладно, спроси. Попал. Попал же? Попал. Попал. Все. Значит, не так безнадежен. Слушайте. Для резерва. На самом деле, отдача небольшая, но все равно надо как с охотничьим ружьем очень плотно приживать плечо. Но главное, сначала, поначалу закладывают уши. Первые пять пуль, шесть. В ушах звон стоит. Потом привыкаешь. Заряжай! Заряжай! Заряжаем пистолет. Передергиваем? Точно! Снимаем продохранителя, передергиваем. Так, вот это, да? Низ, да. Так. Придохранитель поставил. Да. Рядовой Вахидов к стрельбе готов. Рядовой Тиморевский к стрельбе готов. Рядовой встелаем к стрельбе готов. Рядовой Вахидов к стрельбе готов. Что-то я первым сказал. Огонь! Стрех выстрелов, два попадания, семь очков и молоко, ноль. Один ушел мимо. А где попадание еще? Вот попадание, раз, два, и молоко. Восемь и восемь, шестнадцать, шестнадцать. С правого. Где? А вот. Дай это, может, и было отверстие. Не-не, ну, отметь я. Молоко, короче. Да. Того шестнадцать из тридцати. Тоже нормально. Ну? Зашибись. Глазастый, видишь? Может, у него там линзы какие-то специальные? Лазеры. Так, куда ушло? Так, ну это уже лучше. Десятка есть. Ёпти. Ну, вот это уже стрельба. Правда, третий. А, не, вот смотри, все попало. Все пришло. Итак. Шесть. Первый, десятка. Шесть. Первый вот этот был. И девять. Первый. Пятнадцать. Второй. Вот этот третий был. Пятнадцать и восемь. Двадцать и четыре. Три. Оценка хорошо. Оценка хорошо. Контрольные стрельбы. Идем у серого попробуем. Посмотрим. Четырнадцать. Хуже, чем было. Да ладно, не может быть. Да. Но в итоге-то больше, чем четырнадцать плюс шестнадцать тридцать. Чуваки, он перевыполнил. На складу. Что, снимаем? Да. Все. Берите мишени себе на память. Мишень на память. Давайте карандаш подпишем. Есть карандаш, да? Да. Ребята, очередное упражнение. Так называемая обкатка танков. На самом деле, отработка, значит, ведение огня по бронированной цели. Граната у нас будет. Сейчас мы вам все покажем. Окоп. Вот. У нас в первом проекте это все посложнее было. Там танк Т-80 в зимних условиях. Значит, все, команда есть у нас на плечо. Все, ждем. Все. Побежали. Все. Давай. Ты самокам. Тоже прыгай. Тихо. Так. Так, вот эта кресть. Фу, на самом деле, реально, у меня уже дыхание, вон, Сереге, то же самое. Мы уже устали. В эфире сидеть чуть проще. И звон, конечно, звон мочил. Остался. Главное, вылезти теперь отсюда. Ты как вылазил? Слышь? Да не, не, я сейчас попробую сам. В бабу-то, небось, вылазить быстрее научился. Фу, да, парни, тяжела военная наука. В жизни каждого мужчины наступает ответственный момент. Наигравшись с оружием, например, как с женщиной, надо за собой прибраться, правильно? Прибраться в норки. Вот, все. Все, готов. Ну и дальше поехали. Значит, шомпол. Товарищ старшина. Здесь в пенале. А нам масленки и пенал. Да-да-да, все есть. Вот. Соответственно, всевозможные. Вот, пожалуйста, как выглядят различные приспособления, которые находятся в пенале. Ну и, собственно, вот, да, для очистки вас, ствола основного. Так, вставить. Это более, это более, так сказать, понятно. Тонкая работа. Вставить в щель материал. Да-да. Так. Вот. Продеваем. Так, отлично. Все. Материал закреплен. Так, вот, открываем масленку. Так. А что за масло используется? Обычно? Официальное. Вооружейное масло. Не машинное? Не машинное. Все, давай, чик. Чик. О. Все. Тихо-тихо протянем. Ну и ничего страшного. Вот сюда вот так вот. Ничего, кашу маслом не использую. Все. И начинаем чистить. Туда его, да? Начинаем чистить. Ствол. Вот она. А у меня-то вместо ствола какая-то дребедень. Чего? Что? Не-не-не. Ты уже снял. Ты что? Уже все снял. Нормально, а? Человек. Запарился. Говорит, у меня вместо ствола какая-то дребедень. Говорить, не автомат чистить. Вот я вам скажу. А, товарищ старший директор, а разрешено во время чистки, например, рассказывать скабрезные анекдоты или шутки? Нет, конечно. Шутки? Все, что касается оружия, у нас можно? Шутки неуместны вообще. А про баб? Никак. Про женщин? Да. Можно про женщин говорить? И насказать, например, как-то раз чищу я женщин. Вот уже 40 минут, как мы чистим наше оружие. Я, кстати, почистил оружие первым. Ну как почистить? Потому что... Ну, в принципе, он плюнул в дуло. Ты что делаешь-то? Вау. Сейчас. Нельзя, они не попляют. Сергей Валерьевич. Да. Значит, первым почистил оружие, потому что я люблю чистоту. А потому что он хочет спать. И грязь боится меня. Но я сделал раз предложение, ребята. Вы все знаете, что существуют на рынке аудио-видео, например, вот чистящие DVD-диски и чистящие кассеты. Я предлагаю производителям сделать чистящую пулю. Один выстрел, и весь ствол смазывается маслом. И все внутренние... Чистящая пуля Сергея Стиваевна. Чистящая пуля. Кстати, дорогие друзья... А я похож на боевого робота. Дурак. Дорогие друзья, сегодня мы хотим показать вам несколько зарисовок из нашего быта. Это не имеет отношения к полевым занятиям, к каким-то владениям, навыками. Но жизнь солдата и младшего офицера, она состоит из различных удобств. Например, главное удобство. Когда вы целый день находитесь в армейских ботинках, такого кроя... Берца. Или такого... Ну, у нас, Серега, не уставные берца. Вот, посмотрите, прекрасный мужчина. А вот уставные берцы, которые были получены на угрешке. Вот, видишь, написано А, Б, А, Б чипсы, А, Б... Алла Борисовна, значит, ну, это, может быть, и... Мотономерный, Галкинский, или Куров какой размер. Ну, да, вот так вот выглядит, вот, видите. Ребят, и мы хотим вам показать самую теплую комнату. В нашей казарме. Не теплую, горячую. Сушилка для обмундирования. Пойдемте, заходим. Значит, здесь все по уставу, здесь все по уставу, включая запах. Включая запах. Закрываем двери. Значит, ребят, ну, вот это вот мое нательное белье. Кстати, у нас вот два комплекта. Одно летнее, а другое зимнее. Вот так... Это от твоего шмани. Ты что, совсем, что ли? Не может от моего? Здесь шмонит просто от стен уже. Дальше нехитрая процедура. Вот мои носки. Носки не уставные. Вот, носки я купил в армейском магазине. Вот, ну, вот уставные носки. Я, запомните, что завтра вспомнил. Ставлю сюда. Серега Грязнулька. Потому что люди... Вот, посмотри, во-первых, вот видно сразу, да, человек служил. Соответственно, выворачивает максимально. Так точно. Брат, ты представься, чтобы потом на гражданки посмотреть. Алексей Бондаренко, Василий Динобойщик. Ты жил в Питере? Нет, в Саратове. Потом в Питере. В Питере был неоднократно. Очень нежно обнимает. Ну, короче, для того, чтобы абсолютно сухими были ваши берцы, значит, но... Смотрите, как человек пользуется тапками. Это официальные армейские тапки. Это первые армейские тапки, но они не тонутые. Ну, и, соответственно, вот на самом деле здесь, конечно, утром надо было показать, когда в ряд стоят берцы двух наших отделений, служивших и не служивших, ребят. Но все берцы чистые, за исключением одних. Это берцы, Сереги. А я специально их не мажу, чтобы узнать. А что вы хотите узнать? Узнать их утром. А теперь, внимание, вопрос. Где находится эта инструкция? Вам минута, уважаемые знатоки. Бом! Чуваки, тих-тих-тих. А теперь правильный ответ. Это уборная, чуваки. Это она. Парни, это реально круто. И я, ни какие-то красотки, ни цой, ни чечелина. Ни политинформация какая-то, да, вырезанная из свежих газет. А тошная информация для того, чтобы человек сидел и усваивал. Сидел, потому что на место одного добра должно заходить в человека другое. Парни, вы запомнили формулу? Повторите. Сеня, повторите. Учитель, учитель. Приз уходит через зрителя. Друзья мои, значит, небольшая экскурсия в уборной, да. Буквально все те, кто служили там 15-20 лет назад, все спрашивают. А скажите, а до сих пор в армии люди сидят в туалете? Сидят, сидят. Нет, без перегородок. Без перегородок и без дверей, да. На самом деле, нет, дверь есть, перегородка есть. Единственное, что, ну вот, очковый тип уборный. Что за очковый тип? На самом деле, это иностранный же унитаз в курсе. То есть, это не изобретение, не советское изобретение. Это он где-то заимствует. Маргарет Тэтчершин. Может быть, может быть. Переговоры. Значит, ребят, ну понятно, чистые дискуры открываются движением руки. Значит, интересно, что появились стиральные машины, реально. Вот здесь только что сержант забросил какие-то вещи. Да, причем на территории части, где бытовые отходы складируются, я видел выброшенную стиральную машину. То есть, они тут уже давно и даже успевают выходить из строя. Бойлер, соответственно, да, вот, который в любое время... Причем в литров, наверное, на 150. В литр, который обеспечивает... А, 74. Смотри, вес на полный 74 литра, который обеспечивает в 24 часа сутки, да, ребят, которые находятся в казане горячей водой. Ну, главное, что не только в две душевые кабинки, да, подходят горячая вода. Добрый вечер. А вот, кстати, и победитель сегодняшнего дня. Мужчина, самый большой результат, брат, представься еще раз. Дмитрий Евдокимов, город Воронеж. Что ты сегодня хорошо делал? Все. Да, и поэтому он пахнет трудовым потом. Да. Хорошо. Значит, да, и самое главное, что горячая вода подводится и в эти умывальники. То есть, нет такого, что душ горячий, а, например, зубы почистили и лицо умыть, да, холодная вода. Короче, даже три года назад, когда мы впервые оказались в Ковроле... Там она быстро кончалась. Там кончалась, и реально утром было не очень комфортно, ну, те же зубы чистить. Да. Сейчас с этой проблемой нет уже. Брат, вот скажи, пожалуйста, у тебя в армии была горячая вода? Никак нет. А холодная-то? Как часто ты мылся в армии? О, елки-по. Четверг, банный день, ходили в баню, километра за три. Значит, смотри, уставные носки стираются специальным... Уставным гелем. Спрей? Гель для стирки. Вайн-торт. Щадящие, это для шерстяных изделий. Я видел такие дорогие. Да, для шерстяных изделий. Так, какая-то суета здесь за кадром. Вот, есть нештатный дезинфектор. Ну, и правила давайте познакомим. Значит, правда, про бесплессмент какой-то. Ну, смотри. Блин, да? Во-первых, во-первых, rain system. Да, это система дождевого душа. Не, ну и какие-то фотографии не из этой... Ну, это явно бабские губы, кстати говоря. Брат, ты уверен, что здесь надо набирать воду? Чай. Малевая. А, молодец. Так, Виджай Николаевич, посмотрите. Посмотрите. Смотрите, это вот наш индусский друг. Его зовут Виджай. Ну-ка, покажи им. Ты чего? Что ж ты мужиков-то раздеваешь-то? Я хочу. Все, выключай, Сеня. Сеня, выключай. Стул. Дай любой стул. Нет стула. Есть. Давай. На, что делать? Отлично. Все. Вот так оставляем и уходим, и покидаем, соответственно, казарм. Для того, чтобы старшине было достаточно просто сдать эти вещи твои. Потому что я старшина один, а здесь парней много. Класс. Вот так вот. Тоже, видите, простая армейская хитрость. Я назову это словом автоматизация. Вот. Ну, такая вот. Нормальная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА